Приветствую вас! Значит, вы спрашиваете о том, как помириться с девушкой. Все перепробовал, догадал ей, что я изменился, не полностью, но изменился. Антон, вот как вы думаете, вы сами, как думаете, если человек хочет, чтобы вы изменились, если человек, как бы, стимулирует вас к тому, чтобы вы менялись? Как вы думаете, принимает ли этот человек вас таким, какой вы есть, или нет? Понимаете, в чем дело? Ваша девушка, с которой вы хотите помириться, а, значит, с вами рассталась. Ну, то есть вы расстались, как я понял. Вместе вы расстались. И на это, на то, чтобы вы расстались, были, как я понимаю, причины. То есть, конечно, нельзя говорить о том, какие именно были причины, ну, потому что мы не знаем всей вашей истории, да, мы не знаем всего, что с вами происходило, мы не знаем, какие у вас были причины для того, чтобы расставаться. Но, вероятно, причины были серьезные, раз вы все-таки расстались. И девушка, она провела себя так, провела себя с вами так, что вы начали менять. Вот, подумайте, подумайте. Вы менялись для чего? Для кого? Вы менялись для нее, для девушки? Или вы менялись для себя? Вы менялись, потому что считали и считаете действительно свое поведение, которое у вас было с ней неправильным, неверным, деструктивным и так далее. Либо вы меняетесь просто для того, чтобы быть с ней. И если вам нужно просто быть с ней, а вы очень хотите этого, то уникает вопрос. Почему? Почему вы так сильно хотите быть с ней? Для чего вам быть с ней? Откуда такое звание? Ну, девушка показала вам, что что вы ей не подходите, например. Девушка дала вам понять, что может быть вы разные с личиком. Ну, друг для друга. Что, в общем-то, тоже нормально. Но вы, как бы, отказываетесь это принимать. И возникает вопрос, почему? Причина отказа. В чем причина отказа? Получается, что вы не уважаете выбор. Девушки. Получается, что вы, как бы, нуждаетесь в ней. Получается, что вы действуете, знаете, руководствуясь своими потребностями, своими желаниями. И, получается, что девушка выступает, как, своего рода, средство для удовлетворения ваших потребностей. И вопрос, который я вам хотел бы задать, заключается только, по сути, в одном. Считаете ли вы, что ваша девушка достойна того, чтобы быть для вас средством достижения своей цели. Средством удовлетворения ваших желаний. Подумайте, постарайтесь подумать, почему вы так активно ходите быть с ней. Ведь, может быть, дело даже не в том, что вы изменились или не изменились, стали другим, или не стали другим. может быть, дело не в этом даже, а, может быть, дело все в том, что у нее к вам чувства прошли, и, когда прошли чувства, то появилось что? Появилась естественная потребность отдалиться от человека. И она от вас отдалилась. Ее ли это браво? Ее ли это выбор? Дай ее. Принимаете ли вы его? Нет. Почему нет? И как в этом случае можно говорить о любви? А о вашей любви к ней? Большой вопрос. Вот вы пишете о том, что я пока с ней на роли друга. Я очень сильно хочу ее вернуть, но не знаю как. Во-первых, почему вас не устраивает быть с ней другом? Но если девочке это нравится, если на данный момент девочку устраивает быть с вами другом, то почему вы не чувствуете удовлетворенности? Понимаете ли вы, что это это ваша проблематика? Понимаете ли вы, что это вы не чувствуете удовлетворения от этого? И как бы хотите, чтобы девушка дала вам то, что нужно. То, чего вы хотите. не то, чего хочет она, да, а то, чего хотите вы. Понимаете ли вы, что сейчас вы как бы думаете о себе, вы не думаете о ней, и вернуть вы ее хотите для себя, не для нее. отсюда отсюда возникает вопрос. На мой взгляд, довольно такой важный вопрос. Когда в последний раз вы думали о ней, когда в последний раз вы делали что-то именно для нее, не для себя, а для нее. далее. А предполагаете ли вы, что вы ее не вернете? Предполагаете ли вы, что чувства к вам у нее прошли? Можете ли вы это принять? Ну, просто, просто представить, просто представить пока что. Или нет? Если не можете представить, если для вас это сложно, речь идет о элементах, о элементах эмоциональной зависимости. И эмоциональная зависимость, иногда ее называют любовной зависимостью. Это уже ваша собственная проблема, которая не имеет ничего общего с девушкой. То есть, девушка для вас имеет чрезмерное значение. Чрезмерное значение. То есть, нестандартная для вашей ситуации. Она имеет для вас очень большую важность, и определенное больше, чем вы для нее. И то, что вы для нее менее значимы, это норма. а то, что вы испытываете потребность быть с ней, это, еще раз повторяю, ваше желание. Это ваши потребности. И именно ваши потребности нужно разбирать, выявлять и правильно удовлетворять. потому, что до тех пор, пока вы будете связывать реализацию своих желаний с другим человеком, да, до этих пор, вы рискуете пребывать в состоянии постоянного невроза. ну, вот, примерно как сейчас, примерно как вы сейчас себя чувствуете, вот, примерно так вы будете чувствовать себя всегда, ну, постоянно. Вот. И, соответственно, если вы этого не хотите, то лучше вам, конечно, как-то становиться более самостоятельным в этом плане. То есть, ну, девушка выбрала, вот, она сделала свой выбор, она решила вот так, решила, что с вами больше не будет. Ну, уважайте ее выбор, примите ее выбор, ну, как минимум, если вы ее любите, если вы ее уважаете, если вы ее цените, да, вот, примите ее выбор, ну, как минимум, как минимум, примите ее выбор, Она этого достойна, она достойна того, чтобы вы приняли ее выбор Я так думаю, она достойна этого, ну если вы ее любите И приняв ее выбор, показав ей, что вы готовы ее выбор принять Я думаю, что вы и встанете на тот путь, который для вас обоих Будет правильно То есть вы покажете ей, что вы действительно изменились Потому что я уверен, что она ждет от вас именно того, чтобы вы показали ей, что больше в ней так сильно вы не начинаете, что вы делаете что-то для себя Что вы стараетесь какие-то действия предпринимать именно потому, что это нужно вам, а не ей Понимаете, то есть перестаете растворяться в ней, становитесь независимым И с другой стороны Друзья, дружеская позиция Она, эта позиция Очень хорошая Если вы хотите быть рядом с человеком Но при этом Не пересекать, не разобрагивать, не нарушать личные границы Личные границы ее Значит, чтобы более конкретно подсказать вам, что нужно сделать для того, чтобы помириться с ней Но не понять, из-за чего, из-за чего, по какой причине вы расстались Что послужило основанием для разрыва Действительно ли там были какие-то проблемы Действительно ли там были какие-то трудности У вас, ну, в отношениях Между вами Или чувства просто Или чувства пошли на спад у нее То есть это нужно выяснять Понимаете, это нужно выяснять В первом случае Есть какой-то Негативный Негативный триггер Вашего поведения Это в первом случае А во втором случае Имеет место быть Естественный ход вещей Который вам Ну и на принятии Просто Потому что Просто потому что И все У вас нету выбора Не будет выбора Если у девушки Ушли чувства Но Если вы ее любите Вы это примете Если нет У вас Зависимость И При наличии Зависимости вам Требуется Требуется Личная работа С психологом Потому что По-другому По-другому Вы Не будете Счастливы По-другому Вы По-другому Вы Просто Всегда Будете В таком В таком Состоянии Невротом Если хотите Это изменить На работу По Личностному Росту По Пронаборке Страхов Скорее всего Которые У вас есть И так далее Обращайтесь Выбирайте эксперта Который вам понравится И Начинайте Работать Уже Над собой И Работав над собой Открыв Себя Настоящего Я думаю Что вы Как раз таки И Получите Те самые Шансы На то Чтобы Быть с девушкой Вместе На этом Все Надеюсь Помог вам Мне Дополнительные Вопросы Пишите В личку Буду рад помочь Если вам Понравился Мой ответ Буду благодарен За Его оценку Желаю вам Всего Самого лучшего И удачи